Здравствуйте! Вы смотрите новости Кыргызстана. Коротко, доступно, важно. Я Иркин Олымбеков и вот что вас ждет. Обвиняется в мошенничестве. Задержан бывший руководитель Верховного управления «Мусульман» Чубака Джиджалилов. Обвиняется в финансовых махинациях. Штраф за незнание парламентом в первом стене и принят закон о штрафных санкциях для госслужащих, не знающих кыргызского языка. Участие и поддержка. Кинематографисты заканчивают съемки фильма о людях с ограниченными физическими возможностями и их проблемах. Громкие задержания продолжаются. Бывшего и действующего главных муфтьев страны подозревают в хищениях денежных средств во время организации паломничества в Мекку. Головное дело возбуждено Государственным комитетом национальной безопасности. Экс-муфтью избрана мера пресечения подписка о невыезде, где в настоящее время находится действующий глава духовного управления «Мусульман» не сообщается. Кроме того, как стало известно, в ближайшие дни состоится Совет Улемов, на котором изберут нового муфтья Кыргызстана. Что касается суммы ущерба от экономических махинаций, она составляет 8 миллионов сомов. Это около 170 тысяч долларов, отмечу Чубака Джиджи Лилов, проработал главой духовного управления «Мусульман» с 2010 по 2012 годы. Затем по неизвестным причинам написал заявление об увольнении по собственному желанию. Постановили и закрыли. Депутаты парламента Кыргызстана поручили правительству блокировать интернет-сайт Международного информационного агентства «Ферганару». Госагентство связи, в свою очередь, выполнило поручение. В межрайонном суде должно было состояться первое судебное заседание. Веб-сайт подал исковое заявление в суд о неправомерности блокировки ресурса. Адвокат Нурбек Токтакунов, защищающий права интернет-сайта, был уверен, что представители ответчиков, в этом случае государственное агентство связи, намеренно не явились на процесс, чтобы затянуть его. Однако судья заявила, что ответчикам подано ходатайство о переносе заседания в связи с болезнью адвоката, а заменить юриста не представляется возможным. Нурбек Токтакунов считает, что постоянная неявка на судебные заседания – это, в первую очередь, неуважение к суду со стороны государственных органов, которые постоянно находят различные причины и не реагируют на судебные требования. Напомним, интернет-сайт был заблокирован в феврале текущего года в связи с тем, что якобы на его страницах были размещены материалы, содержащие элементы межнациональной вражды. Иск подан на государственное агентство связи в связи с блокировкой информационного агентства «Фергана.ру». ГАЗ заблокировал этот ресурс по распоряжению парламента. Парламент издал распоряжение, которое было некомпетентен издавать. То есть блокировка информационных ресурсов происходит по решению суда и по ходатайству прокуратуры. Вести делопроизводство на каргызском языке, говорить и писать на нем, брать на госслужбу только владеющих им, а иначе штраф. Парламент страны внес такие поправки в закон о госязыке, правда, пока только в первом чтении, но уже сейчас можно констатировать, что поддерживает закон большинство парламентариев. Есть, собственно, и те, кто против. Они высказываются об ущемлении прав граждан. И такие карательные меры могут, наоборот, не помогать развивать госязык, а вызывать к нему враждебные отношения. В парламенте нередко звучали заявления, что давно пора это сделать. Мол, вот соседи казахи в свое время законодательно обязали всех, кто хочет быть госслужащим, владеть государственным языком. И ничего, учат же. Мол, язык ведения делопроизводства тоже сделали казахским, тоже все нормально. Поэтому инициаторы поправок иргызского закона о языке, а их целая группа из 19 депутатов, уверены, конечно, многим это не понравится. Но, мол, иного выхода нет. Язык – это признак государственности. Если мы не начнем развивать свой государственный язык, то и государство не будет развиваться. Я вам скажу так. По развитию своего языка в странах СНГ мы на последнем месте. Вот, к примеру, в России такая языковая политика, что русским должен владеть даже дворник. А почему у нас госслужащий не должен знать кыргызский? Это неправильно. Согласно поправкам, теперь человек, который намерен занять руководящий пост в каком-нибудь государственном органе, должен доказать, что владеет кыргызским. На специальном экзамене, как в школе, например, экзаменаторам предлагают сделать госкомиссию по госязыку при президенте. Более того, делопроизводство тоже должно вестись на кыргызском. Правда, позволяется иногда вести на русском, если, как говорится в документе, будет в этом острая необходимость. А кто будет определять эту необходимость, вопрошает депутат Наталья Никитенко. Она говорит, никто не против развития госязыка, но не такими же карательными мерами. По ее словам, вместо того, чтобы озаботиться, как совершенствовать образовательную программу изучения кыргызского, вместо того, чтобы обеспечить всех хорошей литературой и учебниками, депутаты принимают такой закон, который, наоборот, вообще отобьет всякое желание изучать госязык. Я считаю, что эта норма, она, значит, несколько преждевременна, именно потому, что большая работа по развитию госязыка, она не была достаточно эффективно проведена. Если эту норму по сдаче экзамена ввести вот так вот срочно, без нужной подготовки, я считаю, что она может больше навредить, поскольку станет инструментом возможного выдавливания неугодных с должностных позиций. Есть у Никитенко и аргумент касательно успешного премьера языковой политики Казахстана. Там, рассказывает она, задолго до того, как вводить эту норму, власти изрядно постарались, чтобы язык люди сами изучали. Для всех госслужащих, мол, открыли бесплатные курсы, даже денежно поощряли тех, кто овладел казахским. У нас же возмущается она наоборот. Кстати, одна из поправок как раз об этом. Для нарушивших закон о госязыке предусмотрен денежный штраф. Для частных лиц до 40 долларов, для руководителей госорганов 200, а если юридическое лицо нарушило закон, то эта сумма может набежать до 1 тысячи долларов. Манас Ачгитов, Абекул Чуманов, Бишкек, Кыргызстан. Строительство Камбаратинской гидроэлектростанции один может и не начаться. Такие опасения по поводу возведения крупнейшего объекта из всего каскада ГЭС в среднем течении реки Нарын, высказывают эксперты. Дело в том, что Узбекистан, находящийся вниз по течению от Кыргызстана, договорился с Россией о проведении международной независимой экспертизы по строительству Камбаратинской ГЭС-1. Ранее официальный Ташкент выражал озабоченность по поводу соглашения России и Кыргызстана о строительстве станции. Напомним, Россия намерена финансировать проект. Однако на заседании Узбекско-Российской межправкомиссии вице-премьер правительства Узбекистана Азимов заявил, что вмешательства в нерегиональных сил и держав в рассмотрении вопросов водопользования в регионе быть не должно, так как река Нарын является верхним притоком трансграничного водотока реки Сырдарьян. И любое строительство на ней может рассматриваться только после проведения независимой международной экспертизы под эгидой институтов ООН. Сообщается, что российская сторона согласилась на проведение международной независимой экспертизы по строительству Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане. Эксперты сообщают, что теперь проект, который помог бы Кыргызстану производить экспортную электроэнергию, стал для России средством торга с Узбекистаном по вопросу возвращения в ОДКБ. Кыргызстан, не имея денег, привлекает институты. И Россия может, конечно, в какой-то мере отказаться от строительства Камбараты и завершения, не выделить денег на условиях, если Узбекистан будет более политически лоялен к институтам СНГ и ОДКБ. Может, хоть так власти обратят внимание на проблемы людей с ограниченными физическими возможностями, говорят кинорежиссеры. В Бишкеке завершаются съемки полнометражного фильма о проблемах инвалидов. Поднять острую социальную проблему молодых людей, не похожих на других, решили режиссеры студии «Кыргызстелефильм». Последний эпизод снимается в музее, где исполнители главных ролей рассматривают фотографии, сделанные инвалидами. Автор сценария рассказал, что хотел показать не только обществу, но и властям страны, как живется людям, у которых нет возможности, к примеру, элементарно подняться по ступенькам. Изначально автор фильма планировал снять короткометражную киноленту, однако в реабилитационном центре, где снималась большая часть картины, актеры и дети так подружились, что этому в картине было решено уделить особое внимание. Впрочем, бюджет не позволил создать полнометражное кино. В итоге хронометраж получился в 50 минут. Кстати, фильм называется «Надежда». Его, скорее всего, покажут по национальному телевидению. Фильм сам по себе рассчитан на таких ребят, чтобы поднять их дух, показать их, что можно в таких ситуациях не терять себя. И есть, конечно, политические маленькие моменты, что в нашей стране не уделяется внимания таким людям с ограниченной возможностью. Это все, о чем мы планировали рассказать. Спасибо, что были с нами и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok